Всем привет! Вы смотрите программу про спорт и с вами я Роман Карпов. В Анапе прошел всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 12 и 13 лет. Посвящен он был памяти заслуженного тренера России, преподавателя отделения дзюдо детской юношеской спортивной школы номер 4 Василия Ильина. Давайте посмотрим, как проявили себя молодые спортсмены и сколько побед одержали анапские дзюдоисты. Василий Андреевич ушел из жизни на 61 году, 5 мая этого года. Отдавая дань памяти педагогу-тренеру, спортсмены детско-юношеской спортивной школы номер 4 перед началом соревнований возложили венок на его могилу. В турнире состязались более 200 юношей и девушек из Адыгеи, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краю. Соревнования проходили по новым дополнительным правилам. По словам организаторов, в турнир вошли те пункты, на которых всегда настаивал Василий Ильин. Это непредвзятое судейство, исключение споров и скандалов и честная борьба спортсмена в упорном поединке. Дзюдоисты помнят Василия Андреевича как человека целеустремленного. Он никогда не сдавал свои позиции и делал все, чтобы его ученики выигрывали. Принципы его работы начинающие тренеры всегда принимали на вооружение, как образец преданности профессии. В последний день соревнований прошло 6 финальных боев. Кубанская школа дзюдо и самбо в последнее время выходит на новый уровень мастерства. Об этом говорят многочисленные победы наших земляков на соревнованиях всех уровней. По итогам турнира призовые места среди анапчан распределились следующим образом. Первое место Татьяна Куликова и Александр Дурнаян. На втором Светлана Алексеева, Арман Гамбарян и Евгений Степанюк. Кубки и медали победителям вручили заслуженные спортсмены Анапы. Анапским дзюдоистам удалось провести турнир на высоком уровне. С наступлением лета молодежь все чаще можно увидеть на скейтпарке. 12 июня там прошли соревнования по трем экстремальным видам спорта. Это ролики, скейтбординг и BMX. Чем удивили спортсмены-экстремалы, смотрите в следующем сюжете. BMX, скейтбординг, ролики. Сейчас этим современным видам спорта нынешняя молодежь отдает большее предпочтение. Соревнования по стрит-экстриму стали уже традиционными. Инициатор их проведения – Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». В этот раз побороться за титул лучшего райдера собрались 34 спортсмена. У каждого свой стиль катания и своя сложность. Ребята катаются по гранькам, по перилам, в радиусах, будут выполнять определенные трюки. У каждого трюка есть своя шкала сложности. Все зависит от скорости, амплитуды. BMX, скейтеры и ролеры восхищали зрителей своими головокружительными трюками и пытались произвести впечатление на судей. Участники контеста исполняли сальто, совершали невероятные прыжки, демонстрировали чудеса баланса. Не всем спортсменам удавалось справиться с волнением, поэтому были и ошибки, и падения. «Без падения не будет ничего нового получается. Новые падения, новые трюки. После первого падения понимаешь сразу, в чем твоя ошибка и что надо лучше поднять, чтобы в следующий раз вышло все отлично». Проведение подобных соревнований пропагандирует спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. Многие из них говорят, что никогда не променяют свой велосипед или ролики на что-то другое. Анапа – это не только город-курорт, но и город молодых, спортивных и увлеченных. Большинство людей, начинающих заниматься самостоятельно гиревым жонглированием, не всегда имеют возможность воспользоваться помощью опытного тренера. Анапчанам же повезло. В нашем городе есть спортивный клуб «Импульс», где каждый желающий может научиться грамотному обращению с гирями. Давайте посмотрим, как проходят тренировки у спортсменов и сколько надо времени, чтобы добиться первых результатов. Жонглирование – это разновидность гиревого спорта. Почти все упражнения эффективно воздействуют на развитие основных групп мышц. Хорошо тренируются сердечно-сосудистые и дыхательные системы. В нашем городе этот спорт появился еще в прошлом веке. Силовое жонглирование, гиревое жонглирование в Анапе существует с начала 90-х годов. Когда-то нынешние тренера, тогда еще ученики, действующие спортсмены, братья Ашагяны, начали вот это дело практиковать в своем клубе как дополнительную физнагрузку, ну и в качестве показательных выступлений. То есть все это использовали. И далее несколько поколений спортсменов спортивного клуба «Легион» этим делом занималось и дошло, собственно, до меня. Выходец из «Легиона» Ливон Маркарян быстро втянулся в этот вид спорта, и по его инициативе на базе Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир» был организован клуб «Импульс», где юноши занимаются не только силовым жонглированием, а еще и паркуром. В составе клуба 30 спортсменов, 10 из которых – гиревики. Кстати, для этих ребят очень важны как физическая подготовка, так и наличие творческих способностей. Многие ребят тренируются именно потому, что потом могут это продемонстрировать. Им интересно показать себя на сцене и выступить. И вот для таких ребят мы и ставим номера. То есть у нас, в принципе, тренируется больше людей, чем выступают. То есть некоторые ограничиваются только тренировочная площадка, а некоторые потом выходят с нами вместе на сцену и показывают себя. Все элементы жонглирования выполняются как в упрощенном варианте, так и в максимально усложненном. Вершиной усложнения является выполнение нескольких элементов высшей категории сложности в связке, то есть слитно один за другим. В практике спортивных тренировок существуют определенные закономерности, которых должен придерживаться каждый занимающийся. Я, конечно же, как тренер не рекомендую никому заниматься дома самостоятельно, если вы не имеете определенной базы определенных знаний. Но если же все-таки надумали, то хотелось бы дать вам пару рекомендаций, для того, чтобы вы как минимум не повредили своему здоровью. Первое, самое важное. Когда вы поднимаете гирю, у вас должна быть обязательно ровная спина. Даже может быть легкий прогиб в пояснице. То есть нельзя поднимать гирю вот так нагнувшись. С этим вы нагружаете поясницу. Только подсаживаясь с ровной спины и выжимая ногами. А когда мы делаем рывок, обязательно подкручиваем гирю. Нельзя забрасывать его так прямо. Вы будете тянуть связки, вы будете набивать себе руку. Поэтому подкручиваем как вниз, так и вверх. Если говорить об ограничениях по возрасту, то в этом спорте они и существуют. Скажем так, ребятам лет 13-12, ну и младше, соответственно, нежелательно такие нагрузки на себя брать. Все равно и вес гири 16 килограмм минимальный, и нагрузка на позвоночник лишний раз не нужна. А так, в принципе, с 15 лет даже худеньким, щупненьким можно пробовать. Если правильно делать, начиная с подводящих упражнений, правильно распределять нагрузки, то вполне даже в пользу. И запомните, разучивать сложные упражнения без контроля опытного тренера не рекомендуется. И напоследок, но не в последнюю очередь, наша постоянная рубрика «Самооборона». И мы вновь в Центре боевых искусств «Белодракон» под руководством армии Кабалосяна. Как говорил Цезарь, хочешь мира, готовься к войне. Сегодня поговорим о работе с битой. Армик Зорокович, есть такие вопросы, конечно, на улице города такого нет, но нужно, наверное, быть к этому готовым. Как противостоять человеку с битой? Ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем не испугаться этого оружия. Мы сейчас с моим учеником покажем сам процесс удара, ну и как от него защититься. Давайте начнем с того, что выбирает дистанцию тот, кто с оружием и тот, кто бьет. Постарайтесь стоять в одной позиции, не дергаться и видеть соперника в момент, когда он делает размах. Посмотрите внимательно. Он размахнулся, он выбрал дистанцию. Целенаправленность его данного удара составляет высшая часть туловища. Моя задача пройти на опережение. В момент, когда рука еще не успела полностью открыться, в этом случае нам будет легко самому работать. Второе действие – это естественный глоб, но не в сторону оружия, а в сторону руки. У нас правая рука свободная, естественно, начинает действие раньше, чем действие свободной руки у соперника. Вот у нас получается раз удар. При любом контакте с телом человека сгибает. Мы прошли в зону. Уходя от удара свободной руки, завернули ему кисть, и у нас получается хороший, четкий прием. Мы сажаем соперника вниз, имеем возможность отобрать биту, пригласить полицию. В этом случае он будет задержан. Сейчас мы это покажем вам очень-очень быстро. Мы сейчас показали вам самый элементарный прием. Как сделать так, чтобы бита в вас не попала. То есть само оружие не среагировало. Это была хорошая техника, которую нужно отрабатывать. Но это был удар с правой руки. Довольно часто задают вопрос, а если он левша, ничего не меняется. Если вы хорошо владеете и правой, и левой рукой, для вас соперник как правша, так и левша не должен иметь большого значения. Сейчас мой ученик бьет не справа, а именно с левой руки. И мы чуть-чуть видоизменили сам процесс приема. Смотрим. То же самое опережение удара, только в данном случае удар летит не сюда, в ребра, а именно открытой ладонью в область лица, в частности подбородок. Причем удар идет снизу вверх, чтобы у соперника голова отодвинулась наверх. Вторым действием я прохожу с левой ноги шаг, ставлю элементарную подсечку, делаю бросок. Коснувшись телом пола соперник, я моментально перехожу на локтевой сустав и делаю болевой прием. Два варианта. Либо он бросает биту, либо я ему ломаю руку. Два приема, которые мы вам показали, это не очень сложно. Попробуйте опередить соперника, не бойтесь никакого удара. Бита это всего лишь продолжение его руки. Если вы сумеете войти в клинч, войти в ближнюю дистанцию, он вас не попадет. На этом все. Напоминаю вам, что все выпуски программы вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok